Ну что, девчоночки, всем огромный привет! С вами снова я, Кирилл. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня у нас будет с вами нереальная распаковка, цена которой 10 моих зарплат, если бы я до сих пор работал в музыкальной школе. Это пиздец, в общем-то. Вы меня просили сделать обзор на этот бренд, ну, раз в тысячу, наверное. Я постоянно отказывался, потому что это как-то очень дорого. Но этот бренд представлен у многих в коллекцию. Ну вот, я больше чем уверен, у большинства из вас хоть есть хоть один-два флакончика, и вы их любите. Ну, в общем, знаете, брендом все почему-то остаются довольны. А я считал этот бренд переоцененным. Хотя у меня ни одного флакона в коллекции не было. В общем, давайте вскрывать эту нереальную посылку на много тысяч. Вооружаюсь маникюрными ножничками. И начинаем. Ну, а вы не забывайте, что это видео снято с поддержкой РНДВ. Ну, и, как всегда, мы оставляем вам промокудик на скидку 10%. 10 классов. Если вам что-то приглянется из этих ароматиков, вы всегда можете их приобрести с 10% скидкой. Поэтому мониторьте закрепленный комментарий, инфобокс, дополнительные инфу найдете там. А мы с вами начинаем вскрытие ароматов на 10 моих зарплат. Это реально 10 моих зарплат, потому что посылка на 150 тысяч. Боже, 150 тысяч. Там 7 флаконов. Моя зарплата в музыкалке была 15 тысяч. Хорошие времена. Так, ну что, давайте вскрывать. Это фреш, детки. Это очень дорого. Так. Первый. Ароматик. Второй ароматик. Третья ароматик. Шок. Четвертый. Пятый. Шестой. Пробничек. И седьмой. Пробничек миниатюрка. Господи. Так, тут у нас подарочки. Миниатюрки. Там у нас чек. Ну, в общем-то, и все, походу. Да. Убираю коробку. Она нам еще понадобится, чтобы туда мусор скидывать. Ну, это шок, девочки. Сейчас я сразу вот эту поролоншу уберу. Это шок. Ну, вы поняли, на что у нас будет обзор. На Киллиан, девочки. Киллиан. На восемь ароматов, да. Семь полноразмерок и одна миниатюра. Миниатюра у нас Ангел Шер. Вот. Это, знаете, Таня рекламщица, с которой мы общаемся по рекламе, по у меня в Телеграм-канале, по этому, по Ютуб-каналу. Она такая говорит мне, попробуй Ангел Шер. Ты улетишь, Васиха, ты умрешь от того, какой он красивый. Я говорю, ну, давай. Давай потестим. В общем, давайте с него и начнем. Это дорожная версия, такая вот, рандевушная. Тут семь или восемь миллилитров. Вот. Тут не написано, тут семь или восемь миллилитров. Я вам ссылочку оставлю. Посмотрите, Ангел Шер. Это ликерная алкогольная их коллекция. Ангел Шер. Яблоко какое-то, слушайте. Ликерное яблоко с водкой, как будто бы. Ликерное яблоко с водкой. Я, если честно, на пирамиды не смотрел. И о Тиллианах я, в принципе, ничего не знал. У меня ни одного флакона в коллекции не было. Но вот Ангел Шер из вот этой вот ликерной коллекции, знаете, там такие красивые баночки. Ну, бутыльки, похоже на стопку такую вот коньячную или вискаренную. В общем, знаете, пахнет яблоко с мускусом. Как будто еще ягоды есть какие-то. С добрено пиошкой. Ну, пиончик как будто какой-то есть. С водкой. Вот водка, алкоголистость такая тут прям чувствуется. Но не явная. Не дикая. То есть, это не аромат алкаша. Это как такой, знаете... Ну, я в коктейлях в алкашке не разбираюсь. Но вот пахнет яблочным элем. Возможно, сидр. Вот, кстати, да, ассоциируется немножко с сидром. Как будто сидр так может пахнуть. И все такое. В общем-то, мне нравится. Знаете, я бы носил этот аромат даже зимой бы неплохо. Зима, весна. Весной, конечно, он лучше будет звучать. Вот мне пахнет, знаете, яблочным сидром. Вот что-то такое. Поняли? Ну, пока что нравится. Ничего так. Так, давайте дальше. Дальше давайте вскроем такой вот тестерок. А потом уже к красивым коробкам перейдем. Такой вот тестер у нас Black Phantom. Вот так вот выглядит флакошек. Такой вот технической кропченки. Так, и мы его вот так вот достаем. В принципе, знаете, это флакончик ничего такой красивый. Вот у него вот здесь вот написано, что это тестер. Вот здесь вот. Это не наклеечка. Это такая вот лазерная выбивашка. Вот надпись, что это тестерок. Крышка приятная, тяжеленькая. Так, Black Phantom. Мементо море. Что такое мементо море? Переведите мне. Есть у нас тут девки-колдуньи, которые знают латынь. Ну, флакон такой основательный, тяжелый. Вот это вот железочка такая вот прям металлическая. Здесь грань такая, вот знаете, такая симпатичная. Ну, давайте, в общем, наносить Black Phantom. Пульверизатор говно. Обычный. Ой. Прям такие почули сразу же в нос. Прям в нос почули. Такое вот кофе зерновое. Такое вот прям кофе. Почули похож на это, знаете, на Баконеру Орта Париси. По первому занюху похож на Баконеру Орта Париси. Вот сразу мне прям в нос. Не буду еще пшикать. Сказать, за крышку их не поподнимаешь, потому что уроните 100%. Ну, вот прям почули, кофе, какавы я тут не слышу, роза проклевывается, дубовый мох, вот что-то такое, вот знаете. Но основная нота здесь кофе и почули. Похож на Баконеру. Это первые затесты, поэтому тут все от меня не ждите. Окончательное мнение будет через недельки-две, когда я их все разношу. Похож на Баконеру кофе Пачули. Все, больше ничего сейчас не скажу. Так, дальше. Дальше давайте красивые коробочки. Это, по-моему, тоже тестер. Уценка. Не знаю, Уценка это может быть и тестер, и что-то помятое. Но так как тут ничего не помято, значит, это, наверное, тестер так выглядит, да? Кто в Киллианах разбирается, расскажите мне. Вот так вот открывается красиво, смотрите. Или это новые тестеры так выглядят? Сейчас посмотрим, тут разберемся. И вот в этой коробочке красивой лежит вот этот вот ароматик. А это не тестер, походу, слушается. Поролонка не вытаскивается. Это хорошо. Ну, коробочка симпатичная. Это игры с дьяволом. Playing with the Devil. По-моему, это игры с дьяволом или играя с дьяволом. Как-то так переводится. В общем, тоже черный такой вот флакошек симпатичный. Крышечка такая же металлическая. Вот. Ничего нету, не написано. Значит, наверное, это не тестер, да? Наверное. Или это новый тестер? Ну, короче, не знаю. Playing with the Devil. Давайте тестить. Нормальный ты или говно? Говорю сразу. Говно я не буду терпеть. Так. Playing with the Devil. О-о-о-о. Это конч. Говорю сразу. Конопля. Конопля. Вот что-то такое. Конопляное. Это конч. Девки. Это разъеб. Такая вот лимонадная конопля. Тоже с какой-то вот пионной розой. Сразу стартанул коноплю. И такой вот. И бергамотом, и лимоном. Девки. Это разъеб. Конопля. Гляньте в пирамиде. Там есть конопля или нет? Ну, это разъеб. Конопля. Пион. Вот. Какие-то такие вот фруктовые мотивчики вылезают. Фруктовая такая вот история. Небольшая. Но основная нота здесь конопли. Так. Нравится. Идем к следующему. Девки. Playing with the Devil. Коноплю я вообще люблю, если честно. Но у меня очень мало экспонатов с коноплей. Так. Дальше. Афродизиак. Back to black. Вот так вот мы его открываем. Тут опять у нас черная штучка. Ну, давайте доставать. Опять у нас тут черная штучка. Back to black. Кстати, обратите внимание. Тут черная такая вот история. Черная крышечка. Отличаются флакончики. Но я разные взял. Поэтому у нас там много будет отличающихся. Показываю близко. Выглядят красиво, эстетично. Ну, нихуево так. Не хотел я их тестить, честно говорю. Потому что, ну, как-то не знаю почему. Предвзятые отношения у меня к них было. Back to black. Что-то непонятное пахнет чернилами какими-то. Пахнет чернилами какими-то чернилками. Ут какой-то, вот знаете, такой вот разбеленный. Ут разведенный. Деревяха такая вот разведенная. Сандал такой вот тоже полупрозрачный. По первому впечатлению не очень внятно. Как будто в десяти водах разведенная. То ли это надо, наверное, на коже слушать. Ну, пока так, ничего не скажу. Но ут тут точно есть. Ну, вот прям, ну, супер полупрозрачный какой-то. Так, идем дальше. Так, bamboo harmony. Гармоничный бамбук. Так переводится. Тут у нас вот такой вот флакошек синенький. Сейчас я его достану с черной. История. Вот так вот выглядит флакончик. Синюшный бамбук гармоничный. Гармоничный бамбук или как там это переводится. Напишите мне. Ой. Милота, красота. Это мне нравится. Такой, знаете, зеленый чай. Зеленый чаечек. Лимончик. Бергамотик. Очень так нежный. Вот я люблю такие ароматы. Нежный, полупрозрачно. Зеленый чай прям тут слышится. У меня таких много ароматов. Но такого нету. Такого ароматика у меня нету. Приятный. Очень приятный. Вот сейчас вот носить на жару будет самое то. Приятный. Вот зеленый чай. Бергамотик. Лимончик. Не сказал бы вот на что он похож. Нет. Он уникальный. Как мне кажется. Ну вот сейчас я не могу вспомнить на что он похож. Хотя у меня подобных ароматов много. Классный. Классный. Кстати. Что я уже заметил. Киллионы не доливают. Киллионы не доливают до конца. Видите остаточки какие. То есть как будто с них отпили по 5 миликов. Вот. И это на всех флаконах. Как будто от них немножечко отпили. Ну это походу у Тиллионов у всех такая история. Бамбу Гарма не понравился. Дальше. Вулеву. Авэмоа. Что-то такое вот. Вулеву. Вулеву. Что-то про вулеву девочки. Белый флакон уже у нас тут. Такой вот вулевушка. Ну кстати поролончик вытаскивается. Минус за это. Это по-моему новый формат без шкатулок. Новые киллионы идут вот так вот в домоформление. Так. Тестим вулеву. Вот так вот выглядит флакончик. Красиво. Белый такой вот киллионочек. Вулеву. А вот вулеву прям до горлышка. Видите? Вулевушка прям до горлышка долита. Прям как будто прям ну вообще. Жасмин. Жасмин. Какая-то лактонность такая вот присутствует. Еле уловимая. Ну вот он про жасмин. Аромат. Аромат про жасмин. Не животный. Хотя есть тут такая вот капелька животинки. Красивый жасмин. Я такие люблю. То есть знаете. Он такой вот душный. С капелюшечкой животинки. В этом. В плане как в винтажах. Джо и Жан Пату. Вот такая вот история. Про жасмин. Про лилию. Возможно. Вот такая вот история. Красиво. Буду разнашивать. Но в жару, мне кажется, придушат до ужаса. Дальше. Дальше у нас запакованные варианты. Роллинг ин лав. Вскрываем слюду. Не знаю, почему уценка. Потому что, наверное, без слюды были ароматы. Да, поэтому уценка была. Так. Роллинг ин лав. И покатайся с любовью на роликах. Как это переводится? Роллинг лав. Вскрываем. У нас тут уже нас встречает красненький такой вот флакончик. Смотрите, какой красивый. Ну, красиво, да. И качественно сделан вот этот вот кирпичик. Прям хочется его в руке держать. Такой холодненький. Тяжелая крышечка. Так, давайте наносить этот роллинг лав. Тоже не до конца он налит вот в слюде. Тоже как будто отпитать 4 милика. Ой, красиво. Красиво. Вот ягоды. Ягоды на мускусе. Вместе с розой, с ванилью. Вот с пионом. Красиво. Прям очень женственно. Прям очень женственно. И не на зиму, а на весну тоже. Очень красивый. Вот немного он параллелится у меня с липстик. Февер. Джульет Хасыган. С М. Тоже Джульет Хасыган. Сладкий. Очень красивый бленд. Прям женственный при женственной. Супер-пупер. Мне нравится. Вот прям. Тут и ягоды красные, и роза, и пион, и ваниль. И конфетки какие-то. Супер. Буду тестить. Расскажу вам попозже. Поконкретнее. И Love by Killian. Don't be shy. Love don't be shy. От Killian. Сегодня я, кстати, струячился. Рожа дав. Reckless. Он похож на Love от Killian. Я тестил. Реально есть большие сходства. Но это у нас Love don't be shy. Но он тоже должен на Love быть похож. Так. Вскрываемся. Такой вот у нас Love don't be shy. Бес shy. Такая вот белая флакошка. Вскрываемся. Ну, симпатично, да, сделано флакон. Действительно красивое. Действительно красиво. Такая вот водичка тут такая вот какая-то. Розовато-персиковатая. Давайте пшикать малыхе. Слушайте, ну да, я был неправ насчет Killian. Все-таки они действительно симпатичные. Ну, окончательное мнение высруют через недельки-две. Да, похож на Love Killian. Немного отличается, но очень похож. А чем бешай отличается? Или Love и don't be shy это разные истории. Объясните мне вот про Love. Он один такой или есть эти фланкеры? Ну, красиво. Действительно он похож вот на рожу. Реклес на Энигму немножко. Очень красиво собран. Ну, вот не роли такие вот нежные стартуют. Сразу ванилька. Розу-жосмин. Ой, ну красиво, блин, да. Да, это красиво. Очень красиво, блин. Ну, вот знаете, Killian, вот все, что я сейчас потестил, действительно он вот близок к роже. А рожу, когда я тестил, я вообще понял, что такое красиво собранный аромат. У рожи говна вообще нет. Вот этот вот аромат Love don't be shy. Очень похож вот на рожу. Ну, вот это вот, то, как они собраны. Очень красиво. Не роли. Роза, ваниль. Очень женственно. Задушит, конечно, задушит. Если летом носить. Но очень красиво. Девочки, ну я доволен. Я доволен, как я понял. Killian вообще не любит доливать, да? Во флакошеке. Вообще. Они прям любители недолива. Смотрите. Действительно прям любители недолиц. У этого вообще как будто миликов 7 нет. У всех тогда. Вот, ну в общем, смотрите. Первое впечатление мне очень понравилось. Rolling Love. Ну, конечно, Love don't be shy. Это вообще, обожаю такое направление. Просто. Потом Vulley-Vull. Я в надеждах, что Jasmine раскроется в такой вот конч. Bamboo Garmini. Тоже у меня прям очень симпатичный. Зеленый чай. Ой, прям из крышечки фонит. Дико красиво. Не понял я. Back to Black. Back to Black у меня вызвал непонятку. В 100 водах разведенный ут. Сандал. Чернила. Вот что-то такое. Playing with the Devil. Конч. Конч. Конопля. Охуенно. Так. И Black Phantom. Ну да. Как ворто Париси Баконера. Кофе почули. Действительно. И этот. Как его. Киллиан Англ Шер. Ну яблоко. Яблоко. Лимонад. Ну сидор. Сидором пахнет как будто. Вот. Кто хочет сэкономить, берите вот эти вот дорожные версии. Они недорогие. Ну как-то так, девочки. Пишите, что вы тестили из этих Киллианов. Обсудим. Я их сейчас начинаю активнейше тестить. Через две недельки высираю вам окончательное мнение. Сразу скажу. Да. Они нихуево. А я на них пиздел. Ну потому что все мы пиздим на то, что дорого. Вот я только на рожу не пиздел. Хотя должен был бы. А на Киллиан я пиздел, что они переоценены. Но нет. Все-таки я пиздел. Они не переоценены. Действительно хорошенькие. Хорошо собраны. Но вот Back to Black я пока что не понял. Остальное буду сейчас активно разнашивать. Ну все. Подписывайтесь на Телегу. На Ютуб. Пользуйтесь моим промокодиком. До новых встреч. Люблю. Целую. Пока-пока.